Кисти и другие инструменты петриковской росписи Мастера петриковской росписи использовали свои пальцы Современный набор мастеров петриковской росписи очень многообразен Есть большой выбор кистей, большой выбор красок И каждый мастер петриковской росписи выбирает то, что ему больше нравится Современные мастера петриковской росписи продолжают пользоваться пальцами Палочками, камышинками, щеточками из кошачьей шерсти или кошачками А также у них в наборах есть и ватные палочки, и пипетки Ну и, конечно же, главный инструмент любого художника – это кисточки В дальнейшем я вам покажу, как создавать шедевры петриковской росписи с помощью каждого инструмента Чтобы начать рисовать петриковскую роспись, для начала нам необходимо иметь плотную бумагу Батман или специальную бумагу для акварелей или гуаши Также краски гуашь, клей ПВА, мягкий простой карандаш обычный Кусочек стекла керамической плитки или пластика для палитры Пальцы, ну и, конечно же, кисточку Обычная палитра с лечейками нам не подойдет Для палитры необходима гладкая поверхность, на которой будет удобно размешивать краску, растирать А потом ее набирать на кисть Разные мастера используют в качестве палитры кусочек стекла, кусочек керамической плитки Я в качестве палитры использую вот такие вот пластиковые крышечки от разных пластиковых упаковок Теперь, что касается кисточек В петриковской росписи используются в основном круглые кисточки Но иногда используются для определенных элементов и плоские В основном это кисточки колонок или белка разных размеров В зависимости от размера полотна или размера элементов росписи Ну и, конечно же, главное отличие петриковской росписи от других росписей Это использование самодельных кисточек из кошачьей шерсти Так называемой кошачки Ну а о кошачках мы будем разговаривать с вами в следующем выпуске Мне больше нравится рисовать белкой В основном я использую номер один и номер два Кисточки из беличьей шерсти очень хорошо ведут себя на любом виде бумаги и с любыми красками Что касается колонков Они немного мягче, нежнее, чем кисточки из беличьей шерсти Поэтому, если поверхность у бумаги шершавая, как, например, у бумаги для акварели То рисовать колонком на такой бумаге не всегда удобно Что касается синтетических кисточек или же реплик Они не подходят для петриковской росписи Так как жестковаты и грубоваты для нее Ну и в заключении самое главное Чтобы кисточка хорошо рисовала Она должна к вам привыкнуть Вы должны привыкнуть к ней Поэтому я, например, все новые кисточки сначала тренирую Рисую ими или отдельные элементы Или делаю какие-нибудь черновые наброски На сегодня это все Чтобы узнать больше интересной информации О петриковской росписи Подписывайтесь на мой канал Смотрите мои видео А также присоединяйтесь ко мне в группе на фейсбуке Группа Петрикивна Если есть какие-то вопросы У вас пожелания Пишите комментарии к этому видео И до встречи Пока